Почти 5000 разнообразных услуг оказались семьям Волгоградской области, в которых воспитываются дети с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, специалисты выездной службы микрореабилитации. В нашем регионе она появилась в 2021 году и позволила оказывать различные виды поддержки детям на дому, организовывать бесплатный прокат реабилитационного оборудования и улучшить знания родителей по комплексной реабилитации и обилитации детей. Менее чем за год на базе социальных учреждений открыто 5 служб в 8 муниципалитетах. В Волгограде такая служба действует в Тракторозаводском центре соцобслуживания населения. Тему продолжит Дарья Коломыченко. Восьмилетний Дима очень старается показать гостям, что он умеет. Для маленького человека, который не может самостоятельно подняться по шведской стенке и даже стоять без поддержки взрослых, любовь взмах руки – огромное достижение. Димка, давай поднимаемся. Давай, давай, давай. Раз. Молодец, Димка. С инструктором по адаптивной физкультуре мальчик занимается три раза в неделю уже полгода. Под контролем и с поддержкой специалиста выполняет различные упражнения на все группы мышц. С рождения у Димы слабенькие ножки, но мальчик – настоящий борец. Активно учится держаться без опоры. Стараюсь давать ему больше отдыха. То есть, десять раз сделали, отдохнули, сделали игровое упражнение, отвлеклись. И снова повторяем. Дима довольно-таки хорошо стал стоять с опорой самостоятельно и стал переходить в положение «стоит» тоже с помощью опоры. То есть, раньше такого стойкого улучшения не было. Так, вот сюда, вот, вот там, да. Параллельно специалисты Центра микрореабилитации занимаются и со старшей сестрой мальчика, 13-летней Соней. У девочки такой же диагноз – ДЦП. К занятиям с детьми подходят комплексно. Помимо физических упражнений, помогают улучшать память и мышление, развивают мелкую моторику и концентрацию. То, что занятия проходят в домашней обстановке, детям только на пользу. Уровень тревожности ниже, как следствие, занятия более эффективны. Мама Димы и Соня результатом их работы со специалистами очень довольна. Мы ходили всегда в центр, ездили. Так как очень тяжело стало нам зимой, во-первых, очень доехать тяжело. Поэтому сейчас очень хорошо стало вот это, что на дом ходит, занимается, это очень принято. Спасает нас. Им очень нравится общение. Когда новые люди приходят, они очень рады этому. В семье стараются делать все, чтобы дети чувствовали себя более раскованными. Помогает в развитии реабилитации специальное оборудование. В безвозмездное пользование Евдокимовы взяли в центре вот такой трехколесный велосипед и ортопедический вертикализатор. Это далеко не весь список оборудования, доступного для семьи с детьми с особенностями развития. Это вертикализаторы, это имитатор ходьбы, это велотренажер, есть стулья, столы ортопедические для детей с ДЦП. И ребенок, и родители могут им пользоваться не только во время занятий, когда приходят специалисты, но еще и в промежутках между занятиями, тем самым обеспечивая непрерывность работы. Реабилитационное игровое оборудование доступно и мобильно. Оно закуплено Центром социальной защиты Таркторозаводского района благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За время работы микрореабилитационного центра на базе учреждения поддержку получили уже более 40 детей и их родителей. В регионе помощью выездных социальных служб воспользовались более 120 человек. Такую службу, реализуемую в Волгоградском регионе в рамках программы формирования комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, планируют развивать в качестве альтернативы стационарным услугам. Поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, забота о семьях с детьми-инвалидами – приоритеты региональной власти с 2014 года. В Волгоградской области регулярно реализуют мероприятия, направленные на повышение доступности в соцуслуг для данной категории граждан и развитие системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Дарья Коломыченко, Виталий Грищенко. Время новостей.